Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби у Райца. Вчера я обработал пчел первый раз в профилактических целях от клеща. Время не тяну, ну а сегодня уже буду начинать за корм. Как я это делаю и для чего я это делаю, сейчас подробно объясню. Итак, поехали! Конечно, сам при себе мед это чистая энергия. Пчелы его кушают и вырабатывают тепло зимой. Но в составе любого меда, даже весеннего, отличного, всегда есть пыльцевые зерна. И вот за зиму, от того, что пчелы все-таки съедают достаточно большое количество корма, эти пыльцевые зерна накапливаются в кишечнике. А как известно, пчелы это уникальное существо, они в доме у себя не гадят. И всю зиму они не ходят в туалет. Конечно, вроде бы как корм качественный, хороший, настоящий мед, но он постепенно приводит к тому, что кишечник забивается и пчелы опонашиваются. Конечно, если ваша пасека находится на юге, где у вас зима, там буквально 2-3 месяца, то можно обойтись и на натуральных кормах. Тут ничего страшного, кишечник у пчел не переполнится. Я живу достаточно в северном регионе. Безлетный период у пчел у нас составляет, то есть зима, от 6 до 7 месяцев. Бывает, заканчивают пчелы летать в конце сентября и только в конце апреля первый облет. Вот такая вот у нас зима. Мое, опять же, чисто правило, и я вам советую точно так же делать, я никогда не беру медовые рамки из гнезда. Вот все, что выше, это наше, а вот все, что в гнезде, это пчел. Но так или иначе, бывают годы, как в этом году. Медосбор нехороший. Грубо говоря, меда мы забрали совсем чуть-чуть, а в гнезде я посмотрел, там вообще по 1-3 в рамке меда. Как на таких кормах можно прожить 6-7 месяцев? Это просто нереально. С другой стороны, в нашем регионе очень часто пчелы несут пать, а на паде пчелы очень плохо зимуют, она вызывает понос. Очень часто попадаются сорта меда, которые очень быстро кристаллизуются, буквально до Нового года. На таком меде, если бы я не делал подкормки, пчел бы, естественно, не перезимовали. Со всеми случаями я сталкивался и каждый год доказывал, что то, что я подкармливал сиропом, это спасало. Моя пасека не пострадала, а так бы умерли все семьи. Сахарный сироп после переработки в себе не содержит никаких пыльцевых зерен, то есть практически не имеет никакого сухого остатка. Тем более пчелы заливают его в последнюю очередь, именно в центр гнезда, где выходит расплод. И на этом же центре гнезда они первую половину зимовки и зимуют. А вот к весне, уже когда они практически весь сахарный сироп съедят, они уже подходят к ранним кормовым рамкам и уже на медовых нормальных рамках выращивают расплод. То есть никакой сахарный сироп у вас в мед не попадет. Ну, по крайней мере, в нашем регионе после зимы мне еще приходится 3-4 рамки в гнездо ставить кормовых, чтобы пчелы дожили до первых медоносов. Ни о каком остатке сахарного сиропа в меде речь не идет. Поэтому я всегда делаю запас, ну, минимум, там, у меня 3-4 рамки на каждую семью есть полнометных с пиргой. Какие-то части рамок тоже оставляю, чтобы весной уже пчелы выращивали свое потомство на полноценном корме. По поводу добавок. Тоже, опять же, за свою пчеловодческую деятельность перепробовал все. Любые добавки сразу же вносят сухую часть в корм. С этим нужно очень быть аккуратными. На самом деле, на чистом сахарном сиропе пчелы зимуют лучше всего. Незначительные добавки хвои, как в КАС-81 в рецепте, допускаются. Можно добавлять чуть-чуть полыни. Тоже очень хорошо работает, но тут главное не переуседствовать везде. Все делайте четко по нормировкам, по рекомендациям. Опять же, за прошлые годы у меня ролики есть подробные, сколько чего ложить. Я сам не помню, смотрю и каждый год делаю. Поэтому тут в комментариях меня не спрашивайте, не пишите, лучше посмотрите. Другие же какие-то добавки, многие пишут там чеснок, красный перец, все это на весну. Осенью все это увеличивает сухой остаток, увеличивает раздражение в кишечнике и приводит только к поносу. Но зимовка, по моим наблюдениям, ухудшается. Что касается уксуса, опять же, раньше я это дело практиковал. И если посмотреть в прошлых роликах, 7-8 летней давности, я это использовал. Но по сравнению, опять же, за многие годы пришел к выводу, что никакого уксуса использовать нельзя. Даже натурального, яблочного. Небольшая, незначительная передозировка приводит к тому, что, опять же, к раздражению кишечника и очень плохой зимовке пчел. Одна из причин, почему я закармливаю пчел, это резкая остановка матки в яйцекладке. У нас через месяц может уже быть практически снег. И мне нужно, чтобы вот расплод, который сейчас есть, засев, который сейчас есть, вышел к этому времени и пчелы облетались. Это тоже очень важный момент, потому что любая не облетанная пчела, ушедшая в зиму, это, по большому счету, пчела, обреченная насмерть. Мало того, что она сама умрет, она еще и сгадит в улей, и все пострадают. Все пчелы, которые у вас выйдут осенью, должны облетаться. Что происходит, когда даем большую порцию сахарного сиропа? Пчелы заливают все ячейки, и матки просто негде сеять. Поэтому первая подкормка должна быть большого объема. А потом уже, следующую уже смотрите. Как только взяли эту, добавляйте уже потихонечку. Ждать не надо, как только взяли одну порцию, давайте следующую. Если год хороший, а когда собираю гнездо, когда смотрю кормовые запрасы, там практически полномедные рамки, то бывает и 5 литров достаточно. В этом же году, ну, сразу же буду давать по 10 литров по ведру. И еще буду опять же смотреть, сколько, как берут, сколько берут, и буду добавлять. Кормлю я своих пчел до того момента, пока берут. Все, это правило простое, элементарное. Одни семьи быстро закармливаются, мало берут, от них корм передаю другим семьям. Смотрю, чтобы корм перестали брать совершенно. Я точно уверен, что у меня полномедные рамки в гнезде. И вот на таких вот полномедных рамках пчелы зимуют прекрасно. Как правило, если нормальная семья, если нормальная зима, то до конца апреля, в принципе, кормов хватает. Каждый год встречаюсь с таким вопросом. Если вы делаете полномедные рамки, куда же сядет клуб пчел? В литературе написано, что надо делать дугой рамки, то есть серединке совсем мало корма, по краям чуть-чуть, все побольше, побольше, из краев самые полномедные рамки. Это все для южных регионов, это вовсе не подходит для северных регионов. Я бы наоборот сказал, что очень важно, чтобы в нашем регионе, в центре были максимально полномедные рамки. А вот по краям, там уже и пчелы поменьше, там и кормов можно поменьше. И нижнюю часть кормов они вообще, в принципе, взять не смогут. Так что, опять же, будьте разумны, даже если это написано в литературе, нужно смотреть, для какого региона это сделано, где жил автор, где были пчелы. Опять же говорю, для нашего региона вообще лучше пусть будут полномедные рамки. Я когда-то очень давно за это переживал, но один раз посмотрел, в принципе, даже если у вас под рамками 2 см, а это вообще, я думаю, самое минимальное расстояние, по-хорошему должно быть 5, а лучше 7, а лучше 15. Если у вас есть такое расстояние под рамками, то клуб прекрасно свистнет внизу рамок и по мере поедания кормов начнет подниматься вверх. В принципе, на некоторых семьях, как и раньше, покормлю пакетами. Раньше всегда, как временем, пакетами. Сейчас, ну только некоторые семьи, которые в старых уликах остались. В новых уже все, перешел на кормушки. Так, даю большую порцию сразу. Все, пакет проверил, не бежит, все нормально. В дырочке всегда делаем сверху, пару дырочек сделал, смотрю, капает нет. Главное, чтобы... Да, все, вот капельки пошли, этого уже вполне достаточно. Дальше пчелы сами разберутся. Все, следующая семья. Ну, а сейчас красота. Крышку открыл. Все, робчика залил. Все, весь закорм. Дальше пчелы сами разберутся. Мне часто спрашивают, сколько пчелы берут за сутки сиропа. Вот, сутки прошли. Ведро практически забрали, не знаю, тут... С пол-литра, наверное, нет. Следующий, давайте посмотрим. Так, вот такая же история. Все сильные семьи практически по ведру за сутки берут. Вот здесь семья послабее. Не могу одной рукой. Вот тут, ну тут, наверное, половину только взяли. Завтра доберут. Вот здесь послабее семья. Ну, тут тоже немного осталось, тут тоже немного, тут, наверное, на литр, не больше. В пакетах немножко другая ситуация. В пакетах, в пакетах там пока одну дырку возьмут. Ну, пчелы уже поняли, начали разгрызать где-то. Если пакет такой плотный, качественный, то его разгрызают в течение двух-трех суток. То есть, как разгрызут, большой поток пойдет, ну, тоже за сутки его заберут. Ну, как только доступ будет у большого количества пчел, примерно трое суток из пакета плохо берут, а потом раз и все, практически схлопнулся. Тут, конечно, кормушка с пакетом никак не сравнится. Ну, а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!